привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур и чтобы вы думали бы продолжаем играть в андер хел на сказать игра как-то меня удивил и сейчас при загрузке выдает совершенно не то что я ожидал увидеть то есть мы закончили в доме но на определенном моменте мы с вами увидели часть воспоминаний главного героя и сейчас мы видим что-то новое мы опять видим дом но уже в другое время суток и здесь происходит что-то непонятное повторюсь это одна из лучших модификаций на моей памяти такого качества я не видел вообще уже очень и очень давно со времен собственно край эфира который до этого был для меня просто образцом огромных титанических вложений труда вообще на безвозмездной основе так это что еще такое отлично и вот падишь ты но мы начинаем главу первую велкам ту андер хел то есть добро пожаловать в андер хел мы по-прежнему в доме и мне осталось вспомнить управление потому что я не играл в игру порядка полутора недель так 11 сентября это мы с вами читали давайте вот это откроем сразу на всякий случай мало ли что тут еще будет происходить что это за шум нужно проверить задний дворик хорошо есть тут кто какого черта происходит закрыта не поддается твою дивизию это мне очень не нравится прекрати пожалуйста так хорошо кстати говоря наушники надевайте все как всегда вы же не думали что я про это забуду так со светом лучше со светом всегда лучше так вещи которые мы собрали странно насколько я помню мы собрали чуть меньше вещей я не знаю как странно загрузился сейф честно говоря ну ладно то есть мы не собирали допустим garden house ремонт то есть пульт управления от сарая не знаю число не знаю так нужно взять фонарик из нижнего ящика в холле это здесь эти вы блин господи что что пугаешь ты меня так я не знаю как то сегодня напряжен я наверное буду сильно пугаться потому что что-то совсем не реально жутко какого черта здесь происходит что шумит может мы теперь сюда можем попасть нет по-прежнему нет кто тут ну смотри так это понятно куда я положил пульт управления но он уже у меня есть по идее как бы ладно должно быть молния вырубила дерево то есть снесла сейчас я ничего сделать не могу мне нужно возвращаться спать ладно неприятно подожди не совсем понимаю вещи у меня как бы собраны но как бы и нет потому что вроде как их применить не могу это довольно странно и ничего не открывается в итоге а мне интересно что допустим в подвале моего дома так вот я допустим могу взять то что там лежит прям сквозь стекло так на хорошо ладно мне нужно спать возьмем все что можно вы знаете после того что я видел в предыдущей серии мне это дико не понравилось блин это реально было жутко я наверное повешу ловец снов над кроватью ну нафиг так пугаться так хорошо все что надо взяли а зачем это нам в доме столько всего дают вполне возможно что в итоге мы в доме придется нам с чем-то столкнуться ну ладно это мы узнаем в будущем возможно даже не в этой главе не знаю в таком огромном доме живет один я бы вообще не выключил свет не то чтобы я боялся темноты на вопрос такой дом на одного человека это жутко скрипы вот эти постоянные хорошо давай спать так ловец снов спас нас от плохих снов собственно я слышал что-то снаружи дома в тумане на улице и правда туман снаружи дома спереди уютно все таки да кто что к электричеству то жжет снаружи правда что-то что-то слышно я думаю в будущем мы отдельную серию уделим просто этому дому будем блуждать во всех воспоминаниях тому подобное сейчас пока давайте попробуем понять какого же черта здесь происходит наши воспоминания с будней спецназа я не совсем понимаю честно говоря что происходит возможно это из-за того что я давно не играл но она же вроде как поймали так секунду почему у нас опять идет почему опять идет обучение странно как-то я говорю сейф загрузился очень странно извиняюсь такие непонятности но нет меня зависит так хорошо будем считать что учет мне не нравится все это опять она что же происходит какого черта от такой игры вредно отдыхать абсолютно что-то блин настолько жутко я не знаю я сегодня какой-то неподготовленный меня реально от каждого громкого звука просто внутри вздрагивается так и нас везут нас привезли на эту базу я забыл какая-то громкая игра это походу как тюрьма что ли какая-то не знаю разберемся но сайферы летают восьмой уровень южное крыло убежать отсюда будет проблемой а за что главное они особо не разбирались они просто меня как единственного выжившего заключенные встать в линию следовать за мной испытуемые класса д так переводствуйте спокойно у вас просканирует какого что это за штука заткнись за мной ого третье лицо куда мы идем тихо двигатель она что крыло по нам говорит видно что от меня будут проблемы хорошо третье лицо это конечно вообще просто выворот мозга неожиданно очень после первого главы то есть вернее после пролога продолжайте вы меня бить будете что-ли в раздевалке принять душ бета-тестер хен мозольский среди прочих сэм пирсон тоже знакомы ни с кем не разговариваю горит не броди здесь если что мы тебя просто отделаем южное крыло именно сюда мы и направляемся отлично свали горит отвали нахер у нас снова перевод подожди секунд его не надо было в северное крыло мне сказали этого сюда везти а чё проблема нет никаких так подойдет нужно подписать хорошо джейк хокфилд ладно говорит доберетесь для него там камера будет готова дверь открывай открываю за мной напоминает среди прочего chronicles of riddick escape from бача бэй уровень 1 контина то есть столовка да тут все довольно печально это здесь я буду обитаться что ли и за что главное даже не разбирались ничего ни суда ни следствия просто правительственные чинуши приехали забрали нас отлично удобно в противогазах круглый день разборки местные кухня нас перевод открывай вентиляции уже вижу какая-то не норм ого увидели в этой видели народ там шрустит переодевалки шкафчики дверь открывай горит у нас перевод чё говорит глухой слышу горит не глухой несколько камер есть доступно мы горит их так и не почистили может быть рискованно его туда помещать да кому не насрать на это но ты же слышал бритаракин да слышал так нас помещает в камеру сравнительно чистую в которой по крайней мере никто не умер что сзади сзади за мной тоже идут контроль полный душевые душевые просовать надеюсь не будете что-то насчет вентиляции меня беспокоило восточный блок хорошо просто замечательно отсюда вы видите уже ну просто нереально выбраться ну-ка отвалил и чупыришься и что это моя лезь ну замечательно просто да тесновато тут сральник прямо около подушки но замечательно так народ там гоняет да это же надо так попасть и вы знаете на не приговора ничего это значит что мы тут проведем просто всю жизнь никуда не денемся отсюда мы слишком много знаем свет выключает так все иди спать дела да положение конечно у нас не из лучших ну что это такое вентиляция ползала все же странно ну и конечно же учитывая те вещи которые у нас творятся в голове что какого это что еще офигеть она поднимается она поднимается так нужно как-то нужно что-то делать нужно 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 поспешать не открывается не открывается вода поднимается я вам серьезно говорю ох 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 она уже здесь отлично просто отлично тупик так это наш шанс куда сюда что такое что эй ты так давай почистись наш главный хочет тебя видеть увидимся около переодевалок фух фух кто это было не очень хорошо ну и что давайте на этом закончим уведемся в следующей серии и будем организовать маленько в этом месте. Я могу сказать, что несмотря на то, что мне очень понравился пролог в плане проделанных работ, глава первого наглого выше. Это вообще какой-то запредельный уровень для мода. То есть, реально круто. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»